Сергею и Алексею 15 лет. Они работники по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Мальчики помогают красить забор, подстригают кусты, подметают, выдергивают сорняки. Юноши устроились на работу через центр занятости. Сергей хочет быть самостоятельным, иметь свои карманные деньги. А Алексей мечтает купить велосипед. Мальчики признаются, трудится им по душе. Не так все сложно, как я ожидал. Ну, первые дни, конечно, сложно, а потом, в принципе, привыкаешь. Это подготовка к будущей жизни. Все рано или поздно начнут работать, и для меня это будет более привычно, я думаю. Ольга Владимировна, мама Сергея, уверена, работа во время летних каникул пойдет подростку только на пользу. Это дисциплинирует. Это правильное распределение рабочего и вообще дня, ребенка. Это, я думаю, поспособствует дальше в его и учебе. Он должен понять, что, в принципе, учиться дальше надо. Да. Подросток имеет право зарабатывать с 14 лет. Но в трудоустройстве юношей и девушек до 16 есть свои особенности. Это касается, к примеру, количества рабочих часов в день. Для подростков до 15 – 4 часа. До 16 лет – 5 часов в сутки. В период летних каникул. 14-летние подростки, помимо согласия родителей, должны предоставить разрешение органов опеки и попечительства. По данным Центра занятости, с начала года в Рязанской области было трудоустроено более 800 подростков. В городе – более 300. Трудоустройство несовершеннолетних производится на такие рабочие места, как благоустройство озеленения, посильный ремонт школьного инвентаря, если их школа принимает на работу, способные работы. Ну, вот крупнейшими работодателями для несовершеннолетних на территории региона у нас является авиационный ремонтный завод, кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Дарья уже около месяца не может найти работу. Ей 16. Несмотря на то, что нужное предложение девушка пока не нашла, она уверена – работу в интернете искать гораздо эффективнее. Дарья в прошлом уже обращалась в Центр занятости. В том году я пыталась туда сходить, но мне предложили всего лишь одну вакансию, ссылаясь на то, что у меня небольшой возраст, и эта вакансия мне не подошла. Это была программа по озеленению города, а у меня аллергия на цветы. По словам сотрудников Центра занятости, в начале лета желающих слишком много, поэтому они не могут предоставить работу всем подросткам. Бывают случаи, когда подростков не устраивает заработная плата или сама должность. Предлагают мало вакансий и совсем небольшие зарплаты. В интернете, наверное, найти можно больше. Гонясь за большей заработной платой, подростки рискуют наткнуться на недобросовестного работодателя, который не задумывается о соблюдении необходимых условий в отношении несовершеннолетнего работника.